Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусное ресторанное блюдо на ужин. Реально очень классное, вкусное и в тот же момент готовится очень просто. Так что готовим вместе со мной. Ну и смотрим, конечно, рецепт. Поехали! Итак, давайте в первую очередь разделаем скумбрию. Жабры я уже удалил. Обязательно жабры удаляем, они будут горчить наше блюдо. Также удаляем плавнички, хвост и нам нужно разрезать по хребту нашей скумбрии. Я уверен, скумбрию любят все. Так что блюдо сегодня будет очень вкусное. Так, смотрите, я разрезаю сразу по хребту, так, чтобы хребет, косточку удалить полностью. И с помощью ножниц отрезаем. Все, и выдергиваем. Нам осталось выдернуть кишки и очистить от пленки. Все это делается легко. Обязательно салфеточкой нужно просушить рыбку, чтобы не оставалось никакой влаги внутри. Теперь слегка ее замаринуем. Приперчим по вкусу. И присолим слегка. Также понадобится лимон. И взбрезгиваем соком лимона. Рыбку отложим в сторону и займемся очень вкусной начинкой. В первую очередь нарежем лук. Лук нарезаем кубиком. Нарезал целых 3 средние луковицы. Также через терку, через крупную терку, натираем 3 морковки. Отправил сковородку на плиту. Огонь у меня средний. Добавляю подсолнечного масла. Примерно 2 столовые ложки, может быть 3. И в первую очередь обжариваем лук. Обжариваем до красивого золотистого цвета. И потом только отправим морковку. Все, отправляем морковочку. Также добавляем ложку томатной пасты. Все вместе она у нас уже тушится минут 7. И еще минут 5-6 тушим вместе с томатной пастой. Все, отправляем начинку к нашей скумбрии. Сверху украшаем болгарским перчиком. Все, осталось делать за малым. Отправить в духовочку. Выпекать буду при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут. Невероятно вкусно и очень просто. На любой праздник. Обалденно. Не правда ли, ребят? Шикарно выглядит. Обязательно готовьте вместе со мной. Очень аппетитно выглядит и очень ароматно. Готовьте. Не забываем подписываться, делиться с друзьями. И, конечно же, комментировать. Всем пока.